Можно? Я буду разговаривать с Олегом Тинковым, который сидит рядом. Я хотел бы начать с очень поверхностного вопроса. Я увидел, что ваша фамилия написана в конце буквой В, а вы подписываетесь с двумя Ф. Почему? Почему вы с двумя Ф? И не обидно ли это, что В? Да, спасибо. Добрый день. Спасибо, что пришли. Столь насыщенный день. На самом деле история началась в этом городе Петербурге, когда я делал свой первый ресторан-пивоварню Брюри. Мне поставлял оборудование немец такой, вакшман. И он поставлял мне оборудование, йост. И сказал, а как ты называть будешь пиво? Я говорю, пиво не знаю. Наверное, хочу назвать наше пиво. Ну, как бы такое. Он говорит, а что за странное название? Он говорит, у тебя нет другого варианта. Ты должен назвать это Тинькофф. Как вот я, ваксман, ты Тинькофф. У нас все в Германии своим именем называют. Иначе ты не несешь ответственность за качество, несешь ответственность за свой продукт. Я говорю, ну, хорошо. Я подумаю. Но это был бандитский Петербург, как мы помним, 90-е. Страшно. Все же скрывались. Как-то не хотели афишироваться, потому что можно было получить проблемы. И я такое нашел компромиссное, соломоновое решение. Я добавил 2F на всякий случай. И сказал, ну, Тинькофф, пускай это будет. Вот. И как бы вроде это Тинькофф, но вроде и не Тинькофф. Это вот настоящая история. Там бытует еще много мифов. Про... что это Ков, там пиво слизанное. И там Смирнов. Это все неправда. Вот правдивая история. Мне немец один убедил. Но я все-таки испугался. Будучи сейчас, я бы СВ сделал. А теперь другой очень поверхностный вопрос. Мне было интересно. Оказывается, что ваш герб, там единорог, значит, это животное, которого нет. Это животное сказочное. И это животное, которое фигурит на гербе Шотландии. Почему он у вас? А вторая часть герба – это рука с мечом. Вы мне раскрыли смысл этого герба? На самом деле, в Геральдике никого смысла нет. Объясню. У нас был директор по маркетингу. Такой хороший парень, Самуэлло Виттисян. И он работал в Петербурге, здесь в публичной библиотеке. И он где-то откопал, по-моему, Брангауза Эфрона, что Тинькофф – это дворянский род. Потом я начал этим заниматься. Действительно так. Я родился в Сибири. Они были сосланы там Сталином. Потому что богатые, зажиточные люди в Сибирь. Так вот, и существовал, он мне его принес, это дворянский герб семьи Тиньковых. Он настоящий. И я вот его как взял, так и взял. Поэтому я никогда не пытался разобраться в Геральдике, как там что. Там единственное, что добавился год, 1700 какой-то, чего-то. И я долго не понимал, зачем Самуэлл этот год поставил. Это уже он добавил. Что там место под год. А когда я поехал несколько лет назад, во время Джиро Ди Италия, у меня команда была, мы стартовали. И там был Гиннесс в первую армию. И я приехал, я увидел, и ровно этот год на Гиннессе написано. И я понял, что он это с Гиннесса просто украл. Понял. Да. Ну и последний из таких поверхностных вопросов. У вас слоган... Это эксклюзив, парни. Никому не признавался. Значит, вы... Слоган такой. Дальше действовать будем мы. Сразу мне это напомнило Олега... Меня это напомнило Остапа Бендера, который сказал, командовать парадом буду я. Так вот, может быть, есть что-то общее между вами и Бендером, а? Ну, разве что цвет шарфа и туфель там. Нет, на самом деле, эта фраза от глубоко любимого мной и уважаемыми тоже всеми певца, композитора и поэта Виктора Цоя. Это его песня «Дальше действовать будем мы». Конечно же, это был лозунг моего, нашего поколения. Все песни цовые, а особенно эта, которая... На самом деле, я считаю, что перестройка и вообще все, что случилось, это сделал Виктор Цой. Потому что он спел о том, о чем думали мы. Он показал... То есть мы про это думали и говорили, а он про это сказал массово, понимаете? Вот это. Мы не можем посхвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Понимаете? Ну, как бы все. Все его фразы, это фразы моего поколения. И это было... Это то, что подточило Советский Союз окончательно, понимаете? Мы вышли на улицы, и я вышел в Петербурге на дворцовую площадь в 91-м году, в том числе, поддерживая Собчака и так далее. И для меня Цой – это великий герой. И поэтому для меня это большая честь, что слоган моей организации имеет, так сказать, что-то из его текстов. Ну, ладно. Теперь хочу вот спросить вот о чем. Кто вы? Как бы вы представились? В том смысле... В профессиональном смысле. Или если можно чуть по-другому это сказать, вот скажем, на вашей могильной плите будет написано «Олег Тенков» через два «Ф» и потом, например, «Банкир» или... Я понял. Какое слово бы вы... Как бы вы себя определили? Прежде чем я отвечу, уважаемые гости, господа, вот очень много свободных мест, а вы там столпились. Проходите, пожалуйста, раз... Минимум еще 20-30 человек, может, прекрасность. Мы будем около часа еще. Да, и в той стороны много места. Особенно слева. Вам будет намного удобнее сидеть, поверьте мне. Будет интересно. Я, прежде всего, бы хотел, чтобы было написано одно слово. Предприниматель. Понимаете? А будет ли перед этим еще что-то? Какое-то... Там, так сказать, как это называется? Определение. Определение, да. Не знаю. Но предприниматель. Потому что я глубоко считаю, что предприниматели — это отдельная каста людей. Это люди, которые меняют мир. Это люди, которые создают рабочие места. Это люди, которые двигают мир вперед. Это все, что мы имеем, начиная от этого микрофона, света, зала, все это придумали и создали предприниматели. Потому что политики, они в лучшем случае сдерживают это. Вернее, в лучшем случае они не мешают, а в худшем случае они это сдерживают. Это прогресс. Ну, конечно, в этом смысле происходит некий баланс, если бы были одни предприниматели. Поэтому у нас по разным оценкам около двух процентов. Если бы все были предприниматели, и все бы пытались что-то предпринимать, наверное, мир бы тоже пошел в разнос. И политики, наверное, нужны как некие такие стабилизирующие факторы. Но, тем не менее, я считаю, что действительно только предприниматели имеют тот талант видеть, предвидеть и понять, какие нужды или какие потребности могут возникнуть у потребителя, у нас, у клиента. И создать это, и предложить. Создать рабочие места, платить налоги, из этого получать пенсии и так далее. Это то, что, к сожалению, в нашей стране вообще никак не понимается. И считается, что все хотят быть бизнесменом. Понимаете? Ну, там, что это бизнесмен там? Какой-то спекулянт. Это вот такое советское восприятие до сих пор. Но на самом деле, для меня предпринимательский талант, это такой же талант, как быть певцом, как быть писателем, как быть хорошим ученым. Даже скорее, еще более сложным, потому что быть предпринимателем, это нести колоссальный, колоссальный моральный, а на себе груз. Каждый день, каждый день. То есть, нужно быть мазохистом, по-настоящему любить это дело, потому что ты постоянно в риске. Day one. Ты с этим живешь, есть люди, там, у них там неврозы, там, еще что-то, а ты просто, у тебя постоянный невроз. Потому что ты знаешь, ты можешь все потерять, тебя могут все отнять, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это огромный талант быть предпринимателем. И поэтому, когда мне напишут на могильной доске быть предпринимателем, то есть предприниматель, ну, для меня это самый лучший комплимент. Скажите, пожалуйста, можно ли научиться быть предпринимателем? Я что имею в виду? Есть профессии, которым обязательно нужно научиться. Например, быть врачом. Без учебы, специальной, вы врачом не будете. Быть инженером, конструктором, ну, и так далее. Обязательно нужно иметь образование. Нужно ли обязательно иметь образование, чтобы быть предпринимателем? Или это действительно такой талант... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...